Друзья, приветствую! Виталий из Новосибирска прислал образцы масла Shell Helix Ultra 020 EKT Это у нас C5 масло с последними допусками Mercedes BMW Longlife 17 FE и Mercedes-Benz 229.71 Вот условия эксплуатации, автомобиль, это Toyota Aqua 1.5, мотор 1NZ FXE 1.5 литра, 74 л.с. Вот описание масла, технические данные, к сожалению анализов я не нашел, ни кислотного, ни щелочного, чтобы проверить, может быть подкорректировать, если потребуется. Ну и две баночки, свежая отработка. Так, значит это свежая, но отработка, сейчас я не буду занимать время. Так, вскрыл, подписал, ну и можно создавать эталон. Закладываю пару капель и поехали. Посмотрим, что сейчас намерит прибор, какие показатели и вообще подкорректирую при необходимости. И потом можно будет проверять отработку. Так, смотрите, есть какой-то небольшой бугорок эстеровый. В принципе, сейчас увеличу, посмотрю. Ну, такое, видите, даже два типа эстеров. Интересно, такая полочка. Ну, это уровень там, я не знаю, максимум полтора процентов практически там нету. Но два типа, редкая картина, когда и одна частота, и вторая в равной степени. Так, далее, сейчас посмотрим, что намерил. Противоизносных присадок 72%, но в принципе это нормально. С5 масло, энергосберегающее, с последними допусками. Гликоль подкорректирую. И вот здесь с кислотным и щелочным вот такая затычка небольшая произошла. 1,8 вроде как похоже на кислотное, а вот 5,1 как-то низковато. Ну, я вот даже с учетом разницы ГОСТа, ГОСТом свежие отработки, поставил 6,3. Ну, непонятно. И там, видите, еще, в общем-то, два равнозначных пика по эстерам было. Хоть и небольшое значение, но тем не менее. Поставил так. Да, вот смотрите, значит, Toyota Aqua. Пробег общий 113 с небольшим тысяч. Пробег на масле около 6000 км. Это 296 моточасов при средней скорости 20 км в час. Эксплуатировалось с декабря 2021 по май 2022. Ну, использовался Газпромнефть, G-Drive 95 и иногда Руснефть. Смотрите, остаток по противоизносным присадок 75%, гликоля нет, нитрование на нормальном уровне, сажи тоже мало, 0,01%. То есть, ну, такое масло свеженькое. Да, я и когда закладывал, видно было, что оно такое свежее, достаточно прозрачное. 2,44 кислотное, 1,8 начальное, то есть 0,6 за 300 моточасов. Вот, и 4,8 щелочное, да, видно 733 ппм воды. Ну, понятно, что здесь низкая скорость, Новосибирск, зимняя эксплуатация, в основном преимущественно город 80%. Вот, сразу я не мог понять, почему такая вообще разница, так масло не сработалось, честно говоря, я не сильно разбираюсь. Потом мне Виталий пояснил, что это все-таки гибрид. Вот, ну, ребята из Дальнего Востока и из восточной части страны знают, наверное, все эти модели. К сожалению, я не очень. На западе страны это не сильно распространено. Тем не менее, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Да, видно разжижение, но не такое критичное, как часто бывает на гибридах, то есть вполне приемлемое. Значит, плюс 27 от максимального, ну, примерно четверть, вот так, да. То есть абсолютно нормально, 300 моточасов и вот в таком состоянии отлично, отлично масло себя проявляет в этом моторе, в этих условиях. Не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Так поможете продвижению канала. Ну и, естественно, прогноз. Смотрите, что получилось. Сказочные 622 моточаса по моющим нейтрализующим свойствам. Но это гибрид. Здесь я не знаю в каком соотношении, но, я думаю, существенную долю этого пробега. Автомобиль проехал на электротяге. Нитрование тоже под 1000 часов. И вязкость также. Чуть более 1000, 1000 до 1100. То есть, ну, масло отлично отработало. По мотору тоже вопросов нет. Обычно гибриды разжижают масло сильнее. Работают в неоптимальных режимах. Там заводится, не догревается. Ну такое. Здесь вообще вопросов нет. Все четко. Ну, я, да, когда смотрел на это описание масла, мне тут возник вопрос, почему такая маленькая мощность на 1,5. То есть, как бы, вот здесь такое сомнение. Но обычно, когда присылают, владельцы пишут, что, например, это гибрид. А здесь меня смутило, что нет такой записи. Не отмечено, что гибрид. И вот так, значит, такой дефорсированный мотор 1,574 силы. Ну и работает отлично. Вообще никаких претензий, ни по саже, ни по противоизноске. 300 моточасов. Ну, хотя, повторюсь, кто знает. Может, там реальных, там, я не знаю, 150 по мотору. Половина. А может быть и меньше. Все зависит от условий. Да, здесь если город, скорее всего, в городе, наверное... Ну, не знаю, не буду гадать. Как бы так. Возможно, Виталий сам там прокомментирует, что-то напишет. Вот такой получился тест. Масло современное. Показал себя в этом автомобиле, в этих условиях, очень хорошо, на мой взгляд. Вот. Ну, вот. Благодарю Виталия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Бегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.